Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. Артур Кларк. В поисках инопланетной жизни обнаружение даже ничтожного микроба было бы историческим событием. Но мы не ищем лишь микроорганизмы. Мы в поисках гигантов. Они существуют? Состоится ли с ними контакт? Насколько могущественными они могут быть? Спустя 60 лет поисков, все может перевернуться. Новейшие исследования открывают умопомрачительные возможности. От планетарных до галактических. И вне пределов. Мелоди Шип представляет. Жизнь вовне. Глава третья. В поисках гигантов. Самый сложно устроенный объект во Вселенной — это человеческий мозг. Эти 86 миллиардов нейронов позволяют нам изменять нашу планету. Но предел ли это для природы? Сегодня мы знаем, что во Вселенной около 10 миллиардов триллионов возможно обитаемых планет. 10 миллиардов триллионов шансов для мозга уступить Пальму первенства. Поиск внеземной жизни больше, чем научное любопытство. Нас ведет глубинное стремление прикоснуться к чему-то более величественному. Находка внеземной цивилизации не просто докажет, что мы не одиноки. Она может проложить совершенно новый путь для эволюции нашего вида. И в отличие от примитивной жизни, инопланетный разум можно было бы обнаружить за тысячи световых лет от нас, что делает их потенциально более легкими для поиска. Каким знанием обладают они, а мы — нет? И как нам войти в контакт? Мы не первые задаем эти вопросы. Часть первая. Собеседники. Двести лет назад мы хотели разжигать огромные круглые костры в Сахаре, чтобы себя обнаружить. А в 1860-х французский поэт предложил выложить сеть из гигантских зеркал, отражающих солнечный свет на Марс в форме большой медведицы. Но костры или солнечные зайчики не помогут, если сигнал должен пройти через космический океан. Даже ядерную войну на соседней планете невозможно заметить сегодняшними технологиями. Чтобы точно доставить сообщения, нужна форма света, которую не увидишь невооружённым глазом. Радиоволны идеально подходят для отправки сообщений на дальние расстояния, потому что, в отличие от других форм света, они свободно проходят сквозь межзвёздный газ и пыль. Поэтому СЭТИ, Институт по поиску внеземных цивилизаций, был почти полностью сфокусирован на сканировании именно радиосигналов, будь то специально отправленные послания или фоновый шум от внеземных технических устройств. Наши собственные радиосигналы распространялись на сотню световых лет и достигли 75 звёздных систем. Некоторые из них имеют потенциально обитаемые планеты. А если разумные инопланетяне живут за границами этого пузыря из радиосигналов, они всё ещё могут обнаружить жизнь на Земле, заметив кислород. В нашей атмосфере. В ходе проектов СЭТИ и нынешнего Breakthrough Listen мы прошлись по десяткам миллионов звёзд в поисках сигналов. Но, несмотря на это, спустя 60 лет поиска... ничего. ...лишь несколько ложных находок и тупиков. Мы называем это великим молчанием. Но на самом деле настоящий поиск едва ли начался. Есть ещё 2 триллиона других галактик, слишком далёких для изучения в обозримом будущем. Если космос — это все океаны Земли, то мы поискали лишь в одном бассейне жизни. К тому же, мы можем искать не то, что нужно. В космосе множество способов для общения. Внеземные цивилизации могут считать радиоволны примитивной технологией. Нужно брать в расчёт все альтернативы. От практически возможных до невообразимых. Сейчас идёт поиск по совершенно иному типу сигнала, который даже можно наблюдать невооружённым взглядом. Свет лазера. Высокомощные лазерные лучи могут светить ярче тысяч солнц и передавать данные большей плотности, чем радио. Нужно быть точно на пути луча, чтобы его обнаружить. Однако спустя световые годы он может рассеяться, расширившись до размеров планеты. Вращающиеся лазерные лучи могут пронзать целую галактику. Как инопланетные маяки в космическом море. Недавняя краудфандинговая компания собрала средства на реализацию плана по поиску пульсирующих лазерных лучей. Такие яркие вспышки относительно легко найти. Однако продвинутая жизнь может общаться через кое-что едва уловимое. Нейтрино. Мельчайшие субатомные частицы, триллионами пролетающие сквозь каждого из нас ежесекундно. Эти частицы-призраки могут проходить сквозь целые планеты, не столкнувшись ни с одним атомом. Нужно подобное гигантское помещение, чтобы засекать жалкую горстку нейтрино в день. Но недавно исследователи доказали возможность коммуникации через нейтрино, отправив простое сообщение через 240-метровую толщу камня. Если развитая жизнь использует их для общения, их сигналы могут доходить куда угодно со скоростью света сквозь любые препятствия. Их сообщения могут пролетать через нас прямо сейчас, а мы даже об этом не догадываемся. А быть может, разумная жизнь общается совершенно иным способом, используя само пространство-время как средство передачи. Манипулируя объектами с высокой гравитацией, в теории они могли бы создавать волнения в пространстве-времени, распространяя их как сообщения на всю Вселенную. Но создание гравитационных волн, достаточно сильных для обнаружения, было бы чрезмерно энергозатратным. Может быть, они выбрали более простой способ? Разместив гигантские щиты на орбите у звезды, можно перекрывать ее свет по определенному шаблону, что-то вроде космической азбуки Морзе. Хотя моргнуть так даже простое сообщение займет годы, но такая система легка в реализации и поддержке. Но самый научно-фантастический вариант — это их послания, оставленные в нашей ДНК. Некоторые полагают, что определенные последовательности в наших генах могут содержать скрытые сообщения. Пасхальные яйца в нашем геноме, оставленные высшим интеллектом-создателем жизни. Однако такие далеко идущие гипотезы затмеваются более реальным сценарием. Может, мы просто не в том месте и не в то время? Используя детальное компьютерное моделирование нашей галактики, исследователи рассчитали, что, возможно, наибольшая концентрация разумной жизни была 4 миллиарда лет назад, ближе к центру галактики. Если это так, то мы зародились на окраине, на миллиарды лет позже и на световые годы дальше от галактического золотого века. Может, они были здесь миллионы лет назад, наблюдая совершенно другую планету. А сегодня они, возможно, уже давно исчезли, и мы живем на галактическом кладбище. Однажды мы наткнемся не на их сигналы, а на остатки. Получается, наши шансы найти инопланетные цивилизации сильно зависят от их среднего времени существования. Если оно в районе сотни лет, цивилизации будут приходить и уходить слишком быстро, редко сосуществуя одновременно. Наши шансы найти одну из них были бы невелики. Но если они выживают тысячами лет, шансы отыскать их многократно возрастают, вместе с вероятностью сосуществования. А что, если они совсем не заинтересованы в общении? Все равно есть способ отыскать их. ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЧАСТЬ ВТОРАЯ ИНЖЕНЕРЫ Мы склонны думать, что внеземной разум разделяет нашу тягу к общению. Но он может считать контакт делом слишком опасным или бесполезным. Если это так, нам нужно быть более изобретательными в поиске. В 2015 году астрономы наблюдали, как с виду обычная звезда начала мерцать очень странным, ранее невиданным образом. Это могли быть пылевые облака или обломки разрушенного спутника на пути света звезды. Но есть все признаки нечто иного. Инопланетных мега-структур. И хотя это объяснение менее вероятно, оно наталкивает на иной путь поиска разумной жизни. Не отслеживать технологические сигналы, а наблюдать устройство напрямую. Искать не собеседников, а инженеров. И при этом подходе нужно поразмыслить. Какие ошеломительные инопланетные технологии мы должны искать? Внеземные цивилизации, скорее всего, в корне отличаются друг от друга. Но их классификация по потребностям в энергии поможет в определении искомых технологий. Шкала Кардашова делит их на три типа. Тип 1 — овладение своей родной планетой. Использование всей доступной на ней энергии. Тип 2 — овладение своей звездой. Использование всей ее энергии. Тип 3 — овладение целой галактикой. Такие цивилизации отличаются от нас сильнее, чем мы, от Амеба. Но прежде чем отправиться на поиски внеземных супертехнологий, как отыскать цивилизации, подобные нашей, не достигшей даже типа 1? Обычная планета, проходя по диску своей звезды, резко снижает ее светимость. Но более плавное снижение кривой светимости может указывать на плотное кольцо искусственных спутников — пояс Кларка. Наблюдение такой кривой не является неопровержимой уликой, но естественные кольца у каменных планет редки. Это может быть вполне достоверными показателями. Как и внеземная растительность, оставляющая биосигнатуру в атмосфере, внеземная технология должна оставлять техносигнатуру. Кремний, как и хлорофилл, оставляет след на кривой света. Такой сигнал может говорить о наличии инопланетных солнечных батарей. Кое-что малоприятное может тоже оставлять след в атмосфере. Инопланетное загрязнение Некоторые загрязнители, например, флорфторуглероды, не происходят естественным путем. Их можно обнаружить даже в небольшой концентрации. Эти соединения могут оставаться и после смерти цивилизации, указывая на вымершую инопланетную расу. Такие доказательства дадут нам понимание, как избежать собственного вымирания. Есть еще одна опасность, грозящая не только нам. Любая цивилизация, потребляющая огромное количество энергии, производит много лишнего тепла. Это тепло может быть большой угрозой, как изменение климата для нас. А еще оно может оставлять характерный сигнал. Обнаружение излишков тепла на других планетах может указывать на деятельность разумных существ. Не будучи уничтоженными собственными технологиями, некоторые формы жизни могут достичь полного контроля над своей планетой и стать цивилизацией первого типа. Такая власть дает великое могущество, контроль над всеми экосистемами, ресурсами и даже погодой планеты. Но какой бы развитой ни была каждая планетарная цивилизация, она сталкивалась бы с теми же космическими угрозами, что и мы. Гамма-выбросы, сверхновые и столкновения с астероидами — риски для любой расы, подобной нашей. Некоторые сбегут в открытый космос, снижая риск исчезновения, найдя свой дом в пустынном межзвездном пространстве. В таком случае наш поиск должен охватывать все просторы Вселенной. Но жизни, решившей остаться на планете, нужна надежная защита от долговременных угроз. Субтитры создавал DimaTorzok способ защитить свой мир — возвести неприступную оборону. Планетарный щит. Такие щиты оставляли бы характерный рисунок во время транзита планеты по диску звезды, а также тепловую сигнатуру. Астроинженерия таких масштабов требует гигантских ресурсов. И добывать их из своей планеты может быть не самым простым способом. Можно использовать астероиды. Они богаты ресурсами. Их легче обуздать из-за низкой гравитации. Поиск астероидов на предмет температурных или химических аномалий может указывать на инопланетную добычу ресурсов. Но в какой-то момент астероидов может не хватить. Наша цивилизация молода, поэтому, скорее всего, любая другая разумная цивилизация будет более продвинута, чем мы. Нужно дважды подумать, прежде чем обнаруживать себя. Внеземные суперцивилизации не будут нуждаться лишь в ресурсах. Им понадобятся невероятные запасы энергии. Звезды производят в миллиарды раз больше энергии, чем достается от них планетам. Чтобы освоить ее в полной мере, требуется возводить нечто поистине потрясающее. Сфера Дайсона — громадная мега-структура, опоясывающая звезду, способная полностью поглощать ее энергию. также сфера может служить дополнительным местом обитания жизни. Сплошная сфера была бы физически нестабильна, поэтому скорее она представляет из себя облако отдельных объектов. рой Дайсона. Какой бы ни была реализация, подобная структура извергала бы гигантские излишки тепла. А также блокировала бы частично или полностью свет звезды. Сферы Дайсона могут быть построены и вокруг черных дыр, собирая в тысячи раз больше энергии. Любые существа, обуздавшие энергию звезды, переходят на следующий уровень по шкале Кардашова. Цивилизация второго типа. Такой уровень могущества открывает умопомрачительную возможность. Звездодобычу. Это процесс переработки самой материи звезды, позволяющей получать ресурсы как с тысяч планет. Звездодобыча также снижает температуру звезды, откладывая ее смерть на миллиарды лет. Примерно через миллиард лет наше Солнце станет слишком горячим для жизни на Земле. Если мы когда-нибудь обнаружим доказательства звездодобычи, это вдохновит нас на то, чтобы однажды сделать то же самое и продлить игру жизни. В какой-то момент жизнь перерастает и масштаб своей звезды, нуждаясь в еще большей энергии. Чтобы создавать колонии по галактике, настолько развитой форме жизни потребуется путешествие на околосветовых скоростях. И если у них есть такая технология, мы можем заметить процесс их путешествия. Инопланетные корабли на границе скорости света могут оставлять за собой протяженный след ионизированного газа. Эти следы могут испускать заметное инфракрасное излучение. мазки света на холсте Вселенной, оставленные ее повелителями. Формы жизни, починившие себе всю энергию галактики, обладают непостижимым могуществом. цивилизации цивилизации третьего типа. Такая космическая вердуозность совершенно непознаваема для нас. жизнь, построенная на миллиардах сфер Дайсона, создающая звезды по щелчку. В теории, ее жажда энергии может скрыть целую галактику из виду. Так что, один из способов обнаружить жизнь третьего типа, это искать отсутствие чего-то. В далеком космосе есть огромные пустоты между скоплениями галактик, которые совсем не источают света. Ранее полагали, что эти пустоты доказывают существование развитых форм жизни, добывших всю энергию из всех звезд в данной области. Но выяснилось, что это природный феномен Вселенной. А последний анализ соседних галактик показал отсутствие доказательств существования цивилизаций галактических масштабов. Если настолько развитые цивилизации существуют, возможно, они решили оставаться в тени. Но если повезет, мы обнаружим нечто очевидное инопланетное. В теории, космические архитекторы могли бы создавать исполинские планетарные системы, гораздо более сложные, чем создает природа. Одна из возможных гравитационно-стабильных систем включает девять солнц, вращающихся вокруг черной дыры. Она могла бы поддерживать 550 землеподобных планет в зоне обитаемости. Такие искусственные солнечные системы были бы идеальны, как долгосрочные пристанища для жизни. Или даже служить внеземными заповедниками, в которых каждая планета населена своим типом жизни. Трудно представить более развитых существ. Однако полагают, что могут быть и те, кто контролируют или даже создали всю нашу Вселенную. Исследователи начали рассматривать идею о том, что наша реальность лишь симуляция или эксперимент, проводимый некой высокоорганизованной формой жизни. Нечто настолько развитое превосходит наше представление о жизни. Оно должно существовать вне пространства и времени. В каком-то смысле поиск разумной жизни — это эволюция поиска Бога с древнейших времен. Оба поиска движимы желанием постичь истину и связаться с чем-то большим, чем мы сами. Что, если мы однажды все-таки найдем сигнал? Что, если древняя мечта станет реальностью? Одно лишь знание, что есть не только мы, в корне изменит наши представления о себе. Впервые мы в полной мере ощутим космическое братство. Изучение их посланий или технологий приведет нас к потрясающему прогрессу и позволит обеспечить наше собственное долговременное выживание. Однако возможность осмысленной двусторонней коммуникации туманна. Разделенные сотнями тысяч световых лет мы изучали бы другой разум таким, каким он был в далеком прошлом. А концепция нашего языка может быть совершенно чужда тем существам. «Но что же, если после всестороннего поиска мы так и не обнаружим признаков иного разума? Что, если мы и вправду одиноки?» мы никогда не будем абсолютно уверены, ведь всегда будут галактики настолько отдаленные, что их никогда не изучить. Но и полное отсутствие доказательств означало бы, что наша роль во Вселенной действительно уникальна. это наделило бы нас значительной ответственностью суметь передать факел разума. Как цивилизации древнего мира говорят с нами через их памятники, мы можем воздвигнуть свои, чтобы их открыла жизнь после нас. Космические капсулы, сохраняющие наши достижения и знания. Возможно, другие расы сделают то же, и эти склепы памяти со временем станут связаны в цепь. КОНЕЦ КАЖДАЯ НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ БУДЕТ ДОБАВЛЯТЬ ЗВЕНОМ БЫТЬ МОЖЕТ НАШИ СУДЬБА БЫТЬ МОЖЕТ НАШИ СУДЬБА БЫТЬ САМЫМ ПЕРВЫМ ЗВЕНОМ БЫТЬ ОСНОВАТЕЛЯМИ ГАЛАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ДОПОЛНЯЕМОЙ БУДУЩИМИ ФОРМАМИ ЖИЗНИ, КОТОРЫХ МЫ НИКОГДА НЕ ВСТРЕТИМ Для таких социальных созданий, как мы, необитаемое ночное небо над головой – проклятие. Мы – новички на космической сцене, в поиске связей и наставников. Открытие может занять тысячи лет. Но пока есть завеса тайны, поиск гигантов будет продолжаться. А если наш поиск так и не принесет плодов, тогда это наш шанс самим стать гигантами. ГАЛАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИ ГАЛАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИ ГАЛАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИ ГАЛАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok